Какие сорта фиалок лучше всего подойдут для новичков? Значит, действительно, существует такое мнение, что есть сорта для новичков, а есть сорта для старичков. Но это не совсем так, или, по крайней мере, я с этим не совсем согласна. Есть сорта быстро растущие, а есть сорта долго растущие. Вот, как правило, новичкам советуют быстро растущие сорта фиалок, чтобы у вас было меньше времени натворить что-нибудь не то в процессе роста. Вот и всего лишь. Потому как сорта, которые дольше растут и дольше зацветают, ну, дольше времени нужно им до цветения, новички, как правило, у них не хватает терпения, они начинают искать какие-то секреты, применять какие-то непонятные способы, советы на своих фиалках. Ну, и, в общем-то, фиалки у них просто не дорастают до взрослого состояния. Поэтому новичкам выбирайте быстро растущие сорта. Вот, и в цене еще. Фиалки у нас бывают дешевые сорта, дорогие сорта, супер дорогие сорта. Вот совет новичкам начинать с дешевых сортов. Дешевые сорта, это не значит, что сорта плохие. Это просто, возможно, какие-то сорта не новинки, да, там, ну, такие моменты. Согласитесь, если вы потратите, там, я не знаю, купите за 50 рублей листик, и он у вас пропадет. Ну, это будет не так обидно, чем если вы отдадите за этот листик 500 и выше рублей, да. Ну, а если же у вас позволяют финансы, то, в принципе, вы можете покупать любой понравившийся вам сорт и начинать пробовать выращивать. Самое главное, не ищите каких-то секретов. Изучайте агротехнику, набирайтесь терпения. Я знаю, что это сложно, но как-то так.